Моё почтение, дамы и господа, с вами, как всегда, Костярин. У нас сегодня на обзорчике интересное устройство Aegis Nano. Давно его ждал, и оно пришло. Давайте к разбору комплектации мы перейдём на наш столик и там всё рассмотрим. Так как оператора сегодня нет у меня, учусь справляться один, неудачно вырежу всё. В общем, давайте непосредственно Aegis Nano. Обзорчик, погнали! Подпишись на канал! Итак, друзья, перейдём непосредственно к более близкому знакомству с этим устройством. Ну, по традиции, начнём, как всегда, с комплектации. Надписи на коробочке нас не интересуют, но если вас интересует, поставьте паузу, прочтите. Давайте распакуем. Устройство уже юзанное, просто для антуража. Так, встречает у нас такая инструкция по заправке картриджа. Она вот так убирается вот так вот, очень простенько. И вот само устройство, уже с предустановленным испарительным элементом, то есть картриджем. Также убираем, такая мягкая, очень приятная на ощупь, подкладочка. Так, инструкция. Кстати, для тех, кто читает инструкции, оказывается, такие есть. Здесь есть русский язык. Ну, я просто вот и почитал, почитал. Ничего интересного, если честно. Также гарантийный талончик. В таком вот конвертике черненьком. И ларнинг. Опасность. И эти пропитки, чтобы влага, если попало, впитало. Так, самое главное у нас лежит здесь. Ну, не учитывая самоустройство. Давайте откроем. И я вам скажу, по чесноку, комплект здесь очень офигенный. Во-первых, смотрите. Второй картридж. На 1.2 он идет у нас. Подвесочка. Также объясню, для чего она. О-ринги. Чуть позже также. Цепочка. Блин, она там застряла. Вот цепочка такая у нас. Все зацепим, все покажу. Ну, и по классике кабель Type-C. В общем, по комплектации все понятненько. Очень шикарная комплектация. Давайте перейдем к самому устройству. К его внешнему виду, материалам корпуса. Специально ничего не протирал. Как мы можем видеть, каркас у нас полностью металлический. Вот здесь вот резиновая паровставочка. Очень мягкая, кстати, есть не вчера. Валялся в ванной. У него класс защиты самого устройства IP67. Не стоит топить картридж. Ведь у самого картриджа влагозащиты нет. Вода попадет на спиральку. Будет не самый приятный вкус. Вот здесь у нас такая текстурка. Это полукожа, полукарбон. Ну, понятное дело, что это заменитель. Имитация. Снизу у нас расположился разъем для зарядки. Под такой вот заглушечкой. Как бы, ну, это устройство, прям, хочется про него сказать, что вся суть этого устройства, это в мелочах. Таких вот очень приятных мелочах. Дикые молодцы в этом плане. Также видим винты по краям. Они нужны для вскрытия устройства, более удобного. Спереди у нас дисплейчик. С завода предустановлена пленочка. Тоже приятное дело. Крепление для шнурочка, для цепочки. И регулировка обдува. Что у нас, собственно, под самим картриджем. Два магнитика. Также винты. И две контактные площадочки. Датчика затяжки в этом устройстве нету, увы. У нас картридж вот так вставляется. Запуск осуществляется кнопкой Fire. И смотрите, что мне нравится в устройстве. Два раза нажали. У нас блокируется кнопка. То есть, всего лишь два нажатия. И в кармане у вас ничего не нажмется. Как бы, самая удобная блокировка. Раз-два, опять же нажимаем. Все, теперь запуск разрешен. Что у нас по дисплею? Показывается уровень заряда, мощность регулируется, сопротивление испарителя и напряжение при нажатии кнопочки. 3,3 сейчас показала. Также количество затяжек. Доходит до 1000, потом обнуляется. Как регулировать мощность? Нажимаем три раза. Раз-два, три. И можно регулировать до 30 Вт. Потом автоматически он идет на пятерик. Я парю на испарителе на 0,8 или на 0,6. Сейчас гляну, секундочку, чтобы вас не обманывать. Так, получается 1 на 0,6 у нас. Он рассчитан от 20 до 25 Вт. Но я парю на 18, и мне, в принципе, комфортно. Так же регулировка обдув у нас вот. Как бы МТЛ, ДТЛ. Все продумано, все хорошо. А давайте я вам расскажу, для чего нужны вот эти Оринги. Это первое устройство, ребята, на котором устанавливается Оринг на картридж. То есть, вот он. Очень легко одевается. Хотя картридж у нас одноразовый, но при этом вот так вот все продумано. То есть, для чего он нужен? Смотрите, мы вставляем картридж. Он у нас не шатается вообще. Сидит плотничком. Как бы и вытащить его оттуда, ну, у меня, вытащить, ой, вытащить-то просто, но сидит за счет одного Оринга. Прямо мое почтение. Ни на одном устройстве, которое сделано на магнитах, у меня никогда такого не было, чтобы картридж сидел как будто на защелочке. Так, по самому устройству, в принципе, все понятно. Все рассказал, показал. Давайте перейдем непосредственно к картриджу. Что у нас здесь из особенностей? Классическая сеточка у нас здесь стоит. Сам картридж имеет огнем 2 мл. Снизу, опять же, площадочка, два магнитика. И вот тут вот есть у этого картриджа два минуса. Нет, он вкусный, он не плюется. Но два существенных минуса. Это, смотрите, крышечка. Она иногда легко открывается. Ну, видите, я просто уже ее разболтал. Ну, в первый раз я просто замучился ее открывать. Это было нечто. Я ее ногтем поддевал. Ну, вот здесь вот есть выемка, типа, открывать отсюда. Короче, вот так вот открывается она. И это минус. Не должна крышечка так легко и тяжело открываться. То есть сначала тяжело, а потом слишком легко. И второй минус. Смотрите. Видите, где находится отверстие для жижепропитки? То есть оно находится прямо посередине. И из двух миллилитров у нас получается рабочий где-то 1,1,2. И постоянно приходится контролировать количество этой жижи. То есть, если у нас остается меньше половины бака нашего, то нам приходится доливать, потому что ватка не будет пропитываться. И мы словим гарик. Ну, собственно, вот так вот. А из плюсов данного карбиджа я могу заметить, то, что помимо крышки, меня раздражает вот эта вот крышка, меня раздражает X-Ross, его заправка. Когда крышка на X-Ross начинает разбалтываться, все начинает течь. Но здесь это не так. Здесь я дополнительно вы открываете и заливаете. Потом закрываете. И также крышка у нас такая более вносит вид декора некого для антуража, опять же, чтобы устройство выглядело так лаконично. И смотрите, еще про цепочку и вот эту вот подвесочку. Я недавно рассказывал в своем узоре про дракана. И там шла, ну, вторая версия. И там шла чистая цепочка. Вы вот эти вот закрепляете. И все цепляется нормально. Все, конечно, перецарапывается. Но, как бы, и ладно. А здесь я говорю, гиквейп. Подумали и просто положили вот такую подвесочку. То есть мы сначала крепим подвесочку. На видео, наверное, это будет сделать достаточно. А нет, все нормально. Вот так вот подвесочку зацепили. Она затянулась. И мы цепляем цепочку. Вот у нас есть крючочек. Мы сначала крючочек вдеваем в колечко. И потом уже крючочек вместе с колечком вдеваем на второе колечко. Ну, это один из вариантов. У меня вот такой вот. Есть, конечно, еще много способов. Вот, все, готово. У нас ничего не царапается. За счет вот этой вот подвесочки. Кстати, насчет царапин по корпусу. Не знаю, видно на камеру или нет. Сейчас я молюсь, протру его. Я подпарил три дня. Никуда особо не уходил с ним. Так, чисто дома. И посмотрите. Вы видите эти царапины? Я не знаю, он об воздух царапается. Если такое покрытие дурацкое, лучше бы они весь корпус прорезинили и не было бы никаких проблем. В принципе, со знакомством все. Давайте подведем итоги. Опять же, переключимся чуть-чуть. Сменим, так сказать, обстановочку. И скажу, что почем. Если интересно, не переключайтесь. И что же можно сказать об этом устройстве? Так сказать, подвести итоги. Цена на него в местных магазинах 2200-2500 рублей. Я же заказал на Алиэкспрессе. Но на данный момент, к сожалению, устройства нет на Алиэкспрессе. Поэтому в описании я оставлю ссылку на свою группу ВК. Если что-то появится, я буду размещать ссылки туда. Стоит ли он тех 2200, которые просят в наших магазинах? Я думаю, что однозначно стоит. Устройство очень интересное. По вкусу передачи здесь никаких проблем нет. Вот, две претензии по поводу картриджа. То, что снимается крышечка очень тяжело в первые 2-3 заправки. И также отверстие, то, что расположено слишком высоко. По остальному здесь сплошные плюсы. Не за что устройство реально поругать. Здесь и заглушечка, и удобная кнопка блокировки. То есть, два нажатия у нас блокируется. Также обдув здесь очень вариативный. То есть, смотрите, вы любите кальянную тягу такую, прям, чтобы легкий набрал. Вот так, например. Вы сами видите, то, что пара здесь действительно много. А если вы, как и я, любите обычную такую тугую тяжечку, перекрываем нахрен воздухозаборник и делаем тягу. Все шикарно, ребята. Это устройство единственное, которое я могу полностью посоветовать в покупке. Главное, смотрите постоянно за количеством жижи. То есть, видите, у нас отверстие для пропитки жижи находится высоко. И если у вас уже доходит до отметки жижи вот этой вот, то заливайте, не стесняйтесь, не ленитесь. И тогда у вас картридж проживет долго и счастливо. Как всегда, подписывайтесь на наш канал. Ну, какой наш, мой, конечно, у меня больше нет никого. И до скорых встреч. Всего вам самого вкусного, ребята. Редактор субтитров А.Семкин